Ну, может это не надо снимать? Это персональная такая. Ну ладно, мне интересно просто. Короче, смотри. Он мне очень все хорошо объяснил. В деталях. Короче, да. Я сказал ему про эти хэлэвины, все это. Сказал, что лучше они в библиотеку пойдут почитать. Он сказал, да, я скажу их учителям. И еще там он сегодня даст им такую бумажку, где они могут еще пойти 14-го на типа не Хэллоуин, как бы Harvest. Это на ферму идешь и там... Если дождя не будет, можно пойти на Хэллоуин. Можно подписаться и пойти field trip. Да, они обычно едут, когда холодно очень. Я это вот это поэтому по дождю не хочу ехать. Ну, посмотрим. Потом. Короче, вот Tardis наши. И вот наши эти absences. Короче, у Визы 5,5 дней absences. Но вообще 11 в total, но половину из них обычно считается. Короче, они не считают дни. Они, как тебе сказать, вот как они считают дни. 33 дней школьных пока у нас прошло. Вообще кажется, что больше, но... Ну да, кажется, полгода уже прошло. Короче, 33 школьных. Но это не считаете, выходные. Потом у них, у Визы 5,5 absences. Неважно, если они excused, unexcused. Обычно даже если они excused, то они могут все равно считаться. Понимаешь? И эти дни мы divide by 33, короче. Поделили на 33. Да. Если больше, чем 15% этих дней доходит, больше, чем 15%, то тогда они будут постоянно нам звонить и говорить, что вот такое-то может случиться. Это штат так required. Им надо это делать. Если они не будут это делать, то тогда их школу могут закрыть. Чем больше дней мы не будем пропускать, чем меньше этот процент будет идти, и когда он меньше будет 15%, то тогда нам перестанут звонить уже. Понятно, понятно. Дальше. Потом tardies. Tardies тоже... Опоздание. Да? Да, опоздание плохо. Короче, он мне объяснил, что день начинается в 8.30. Да. Когда они заходят, и звонок этот звенит, они уже опоздали. Там... Но не на 15 же минут. Если даже секунды, это уже опоздали. Короче, вот это tardies. Им, он говорит, лучше в 8.20 приезжать, класс открывается в 8.15, они могут зайти до начала, до 15 минут до начала, и не быть tardies постоянно. Понятно. И я понял потом, почему, даже когда вы вовремя приезжаете, вы говорите, почему эти tardies. Но он же понял, что мы привозим до звонка. Он понял. Но еще он показал, короче, это tardies за весь, за 33 дня, которые они в скорую были. И он показал, что вот в этой неделе, прошлой неделе, мало tardies у вас. Это хорошо. Но прошлое, позапрошлое, в этой неделе. Есть много tardies. Короче, вот так. Но их нельзя убрать tardies. И absences тоже нельзя убрать. Просто если мы даже скажем, что если будет excuse, то это не важно, потому что этот номер соединяется вместе и идет в этот процент. И когда, даже если они, просто чем больше, вот скажем, если они больше, чем полгода пропустили школы, то им придется еще раз, идти еще один год в тот же самый класс. Понимаешь? Ну ты не спрашивала, если мы уедем там на месяц куда-то, это... Если мы возьмем уроки, то я буду, я думаю, это нормально. Он говорит, что мы работаем с этим, как бы, есть студенты, у которых есть болезни, рак, они не могут прийти в школу много дней. И он говорит, это нормально, если вы с нами поговорите, если мы можем им уроки дать, какие-то еще что-то, то тогда это все, нормально. Вот так вот. Ну хорошо. В общем-то мы же по причине того, что дети иногда болеют. Я хочу объяснить. Иногда мы болеем, иногда мы уезжаем. Мы такие путешественники, да, что мы уезжали много раз. Мы им сообщали об этом в школе. Но все равно это получается, надо брать с собой урок. Это все равно считается. Даже если экскюз, я понял. Ну, взять с собой уроки. Заранее надо запланировать, сказать, дайте нам уроки на этих два дня, допустим, да? Вот мы на два дня уезжали в Йеллоустон, и мы сказали, нас не будет, мы уезжаем всей семьей. Они хорошо. Но мы же не знали, что это так хорошо, что не очень хорошо. Ну, в общем-то, мы поговорили с директором, Макс поговорил, пошел с директором. Ну, в общем-то, там, короче, у него список был, с всеми студентами. Там у некоторых вообще 63, как бы они пропустили, ну, больше, да? Больше, чем половина дней школьных. Не, мы стараемся по пустякам не пропускать, конечно, да. Как бы, ну, все равно, больше, чем 15% это плохо, но я просто говорю по сравнению с всеми другими студентами, которые в классе, у Лизы там, или у Сэма, то они делать неплохо, если правда. Ну, хорошо. Люди, у людей есть намного хуже. Ну, да. Так что, да. Ну, мы вот, мы вот, если Лиза вот еще целую неделю не пропустит школу, то тогда процент точно опустится ниже, чем 15, и уже не будет этих звонков. Ясно. После 15% еще надо постоянно приносить, если мы тарли, постоянно приносить доктор слеп. Если меньше, чем 15%, то можно не приносить, но можно сказать. Надо сказать. Вот так. Ну, ясненько. Ну, это на всякий случай, я говорю, вдруг мы уедем, мы, может, не уедем в этом году. И он сказал, это вот вы, наверное, ну, волнуетесь за этот суд, да? Это только если за этот, ну, короче, если очень там много дней пропустил, там 90 плюс процентов, там, ну, вы специально, не знаю, держите детей дома, не везете их, это, вот из-за этого может такой суд случиться, но он говорит, что я вижу, что у вас очень, ну, love with family, вы все любите друг друга, что вы все друг друга, ну, уважаете, что вы заботитесь о друг друге, так что мне не надо об этом беспокоиться. понятно, причина, почему мы вот приехали к директору, это потому что он сказал нам, что вы постоянно опаздываете на 15 минут, я говорю, как это, мы привозим детей вовремя, оказывается, если ты привез четко по звонку, мы привозили всегда, привозим, дети заходят, маску берут перед входом, им раздают маски, и уже звонок прозвонил, и это считается пропуск, там, ну, опоздание, ходят медленно, балуются, ну, да, да, трогают все, ну, да, да, я просто говорю, что из-за этого может 15 минут дойти, может они в тот год еще заходят до этого, понимаешь, и вот это, а учительница сообщает, да, опоздали на 15 минут, да, да, ясно, короче, их надо привозить в 8.05, я поняла, ну, там 8.15, по-моему, только можно, ну, да, 8.15 они запускают, короче, 8.15, я все поняла, теперь мы все разъяснили, все уяснили, у нас такая вот погодка сегодня, ну, есть, хочешь, можешь, ну, давай, пусть это, пусть это вот здесь, спасибо, Макс, большое тебе, да, Макс не хотел идти, но ради меня пошел, спасибо, подожди, подожди, о, отнеси, да, да, еще это отнеси, хорошо, отнеси эту бумажку, мы забыли совсем, а как сказать, we have the, это для Самуила, а для Лизы будет позже, appointment, и мы тоже принесем, vaccine slip for Samuel, да, хорошо, а для Лизы будет позже, скажет, так как у доктора большая очередь, мы ждем очередь, все, пока, Макс, а когда у нее будет обыдеть, у нее в ноябре где-то будет, переменили, скажи, он должен быть, был в ноябре, но его перенесли, хорошо, доктор не смог принять нас раньше, все, пока, так что, друзья, такое видео, я думаю, сейчас загружу, вам будет любопытно, как работает эта система в Америке, в общем, если ребенок очень много пропускает школу, то школа подает в суд на родителей, и, ну, в общем-то, да, могут изъять ребенка из семьи, поэтому я за эти пропуски очень сильно, тщательно все это, как бы, беспокоюсь, чтобы не было пропусков у детей, не было ничего такого плохого, но этот директор, он классный, и он всегда старается все сделать в лучшую сторону, в нашу лучшую сторону, даже если где-то пропуски, где-то, мы же много раз уезжали, вот, Максим учился в этой школе, когда он был маленький, в начальной школе, и тоже мы уезжали на Гавайи, там и на месяц, и на два месяца, просто надо взять уроки наперед, на два месяца, на месяц, если уезжаешь так надолго, то берешь уроки, и все, и нет проблем, это если вот такая неблагополучная семья, действительно, то они могут подать в суд, но зачастую это не случается, именно в нашем городе, такого не бывает, я такого не видела, они все обговаривают с родителями, и, кстати, психолог тоже очень хороший в этой школе, тоже, если какие-то с детками проблемы, там дети друг друга обижают, то они быстро это все устаканивают, и разговаривают с детками, так, что им не хочется обижать других детей, бить, вот, было такое, что Самуила там били дети, один раз это было, на перемене побил мальчик, и подговорил еще других ударить, это в первом классе было, в том году, по-моему, в том году это было, ну, в общем, поговорил психолог, тоже, они там писали письма, прости нас, и они перестали его обижать, да, это было в том году, и другие дела все уложатся, короче, у них принтер сломался, так что, они взяли просто эти, ну, я сказал, можете взять, но она сказала, я стоп, ну, процентов, когда принтер уже будет работать, спринтую бумагу, и дам, у нас есть друг чего, у врачей эти, копии, дам Сэму, ну, всем пока, угу,